Добрый день, добро пожаловать на канал Перевод жив. Сегодня у нас в гостях переводчик Виктор Прокофьев. Поговорим с ним о нюансах работы переводчика в суде. Раз, раз, перевод жив. У вас берут интервью, в основном комментарии связаны с саммитами, встречами лидеров, в вашем опыте работы в Министерстве иностранных дел. Расскажите, пожалуйста, как получилось так, что вы пришли к судебному переводу? Я бы немножко даже расширил терминологию. Это не столько судебный, сколько вообще юридический перевод. Это и судебный, и арбитражный, и перевод на так называемых американских depositions, это что угодно может быть. А как я пришел к юридическому переводу, вполне натуральным, естественным, таким образом, я окончил Международную правовую факультет МГИМО. И, соответственно, я юрист по образованию, правда, в основном первоначально был юрист международный, то есть международное публичное право, международное частное право. Но в последние годы, в последние, это 20 лет практически уже, что я работаю в Лондоне, я переквалифицировался с дипломатической практики на практику юридического перевода. Вот таким образом, совершенно естественным образом, я оказывался юридическим переводчиком, просто потому что я с юристами и прочими клиентами, когда я говорю юристы, я имею в виду и американских attorneys at law, и английских solicitors, и английских barristers, потому что там вот этот дуализм юридической профессии в Англии достаточно четко просматривается. Я просто говорю на их языке, мы очень хорошо друг друга понимаем всегда, и мне намного проще с ними иметь дело. А им со мной. Давайте для того, чтобы у всех нас был контекст, вы расскажете нам о всех этапах работы переводчика, ну, все-таки связанной с судом. Вот вы упомянули дачу показаний и так далее, но, наверное, это можно все объединить в какой-то процесс. То есть есть какие-то виды перевода, виды, ну, скажем, бесед, которые проходят до суда, есть непосредственно во время суда, и какой вид перевода используется на каждом из этих этапов. А также всегда ли работает один переводчик, или на каком-то этапе появляется у него напарник, или там какой-то виз-за-виз с другой стороны. У этой темы много вариантов, и от каждого варианта потом идут еще свои ответвления. Это то, что английские юристы очень любят называть «bifurcation». На каждом этапе возможны варианты, а потом эти варианты начинают множиться. Ну, давайте возьмем условный какой-то пример, когда на меня выходит юридическая фирма. Это могут быть английские solicitors, то, что они называют law firm, это могут быть sets of chambers, barristers sets of chambers, но это очень редко. Барристоры обычно по переводчикам не занимаются, они оставляют это своим instructing solicitors. Это может быть американская юридическая фирма, где и тем, и другим будут заниматься просто attorneys. Они выходят на меня и говорят, Виктор, у нас, возможно, будет дело. Вот это самый ранний этап, на котором возможны встречи с клиентом, когда клиент приходит и рассказывает юристам, какая у него возникла проблема. Это может быть нарушение договора, это может быть деликт, то есть обязательство испричинения вреда. Кто-то не дает мне пользоваться участком земли и так далее. Вот эти знаменитые trespasses, nuisances и прочие-прочие вещи. А дальше начинается обычно, и это все достаточно логически, одно перетекает в другое, начинается так называемый witness proofing. Это снятие показаний со свидетеля. Когда я говорю свидетель, тут нужно оговориться, что есть очень серьезные отличия между российским юридическим процессом, если его можно так назвать, и английским и американским, common law. Это заключается в том, что когда я говорю российским адвокатам, что вот мы сегодня допрашиваем в качестве свидетеля истца или ответчика, они смотрят на меня просто не понимая, потому что ты не можешь быть в российском процессе одновременно истцом и свидетелем. А в английском процессе можно, потому что человек, когда он дает показания в суде в качестве свидетеля под присягой, он может быть can be held liable for perjury. То есть если он нарушает присягу, там уголовная ответственность. То есть это может быть штраф, а может быть и судебное заключение в тюрьме. Человек начинает давать показания в качестве свидетеля. Для того, чтобы подготовить его к даче показаний, юрист должен начать с него снимать показания. Вот это называется witness proofing. Это, я бы сказал, второй этап. Это может длиться недели, это может длиться годы. Юристы достаточно часто просят сделать так, чтобы разные переводчики работали при подготовке свидетеля, при подготовке дела к слушанию и, собственно, на слушаниях. Потому что бывали случаи, когда противная сторона старалась recuse the interpreter, просила заявить отвод переводчику, потому что he's tainted, whatever it means. Это можно толковать по-разному, но иногда, когда им удобно пытаться снять высококлассного переводчика с пробега, по самым различным своим стратегическим, тактическим, грязным, чистым и прочим соображениям, они заявляют, что the person is tainted because he knows the case. Человек уже работал с данным свидетелем, например. Тогда просто работают две команды. Опять же, продолжая, ответ на ваш вопрос о том, какого типа бывает перевод. Перевод, ну, во время witness proofing, когда человека просто опрашивают. Его опрашивают в течение сотен часов иногда. Вот на процессе Березовского-Брамовича я подозреваю, что их допрашивали в течение многих месяцев, если не лет, каждого. И это были сотни часов, которые были billable hours, которые были потом duly billed and invoiced by the lawyers. Тогда, конечно, последовательный перевод. А в суде бывают и последовательные, и синхронные. Пожалуй, все. В ходе суда, суд обычно в первой инстанции требует перевода, когда, естественно, задействованы люди с различными языками. Когда дело доходит до апелляции, до обжалования в верховном суде и так далее, там уже нет допроса свидетелей, соответственно, там не нужен перевод. Вот примерно такая система. Во время судебных слушаний, вы говорите, бывает и последовательный, и синхронный перевод. Надо ли так понимать, что если, например, вы работаете с русскоговорящим участником процесса, то когда он говорит, перевод идет последовательно для всех, а когда все остальное говорится в зале суда, идет перевод синхронно. Или это не так? И как бы применяется оборудование, если применяется просто на шептывание, или обычно оборудованы кабины, или при помощи шептала это происходит? Вот как механика этого всего процесса выглядит? В общем-то, all of the above. И так, и так, и так бывает. Довольно часто юристы настаивают на том, чтобы перевод был последовательным. В частности, для того, чтобы дать свидетелю, который хоть немножко понимает иностранный язык, возможность услышать вопрос по-английски, подумать, пока переводчик переводит последовательно, он продолжает еще думать. То есть у него получается в два раза больше времени для вдумывания своего ответа. Иногда ради экономии времени, они говорят, нет, наоборот, перевод будет синхронный. И тогда просто ставится переносная обычная кабина. Редко-редко в некоторых судах есть уже установленные стационарные кабины, которые просто потом заносятся оборудованию. Понятно, да, все эти вещи, наши консоли обычно, что-то вроде брейлеровских. Чаще всего брейлер, отвечая на ваш вопрос в оборудовании. Обычно переносные кабины, во времена ковида даже две отдельные для двух переводчиков. Работаем мы, если синхронно, то обычно мы работаем не по ООНовской системе, мы работаем по 30 минут в обе стороны, каждый. Просто в брейлере мы переключаем каналы между английским и русским. Бывали случаи, когда свидетели, в частности, сам Березовский, он говорил по-английски, и Дерипаска неплохо говорит по-английски, у него очень много было судебных, арбитражных процессов в Лондоне. Люди говорят по-английски, но они просят довольно часто, чтобы, когда они дают показания по-английски, чтобы рядом с ним сидел еще переводчик на подхват. Вот я несколько раз сидел за спиной у Березовского всякий раз, когда у него были какие-то проблемы с пониманием вопроса или с формулированием своего ответа, он просто ко мне поворачивался и просил помочь. Еще чаще бывает ситуация, когда, опять же, приведу пример, Березовский, но это далеко не единственный случай, Березовский дает показания в течение недели по-английски в своем процессе против Абрамовича. Абрамовичу, естественно, нужно понимать, что говорится. Тогда ставятся кабины, идет синхронный перевод с английского на русский для Абрамовича. Они это называют for the listeners in the room, потому что в комнате, в зале, может быть, не только ответчик, в зале могут быть и журналисты, например, были, и всякие другие случаи бывают, когда идет синхронный перевод. Тогда три человека работают, два в кабинах синхронят, третий сидит за свидетелем, и дальше идет у нас просто ротация among the three of us. Третий, поясните, пожалуйста, зачем сидит за свидетелем? Для последовательного перевода или для того, чтобы быть на подхвате? Для того, чтобы быть на подхвате, и на подхвате приходится оказываться очень часто на самом деле, потому что люди довольно часто переоценивают свои силы, считают, что они хорошо знают английский. Многие из них действительно хорошо знают английский, но если добавить фактор нервозности и фактор не очень хорошего понимания сложных юридических запутанных вопросов, которые им задаются в ходе перекрестного допроса, они вынуждены. И бывали случаи, когда они говорили, нет, извините, я думал, я переоценил свои силы, я думал, что я буду давать показания по-английски, нет, не получается. Вот, пожалуйста, уважаемый переводчик, который сейчас сидит рядом со мной, давайте начинайте переводить последовательный. Ну и дальше, возможно, различные варианты. Либо мы продолжаем последовательный, либо те двое, которые и так уже синхронили, просто продолжают синхронить. Опять же, вот этих вот деферкейшн вариантов и подвариантов очень много. Вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему? Конечно, не наносил. Он пошел в туалет, а он не смог дверь сломать. Значит, дверь он ломал? Зачем ломал? Вы же сами сказали. Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Он постучит в дверь и сказал, что тоже хочет. Такие вопросы задаются, что неудобно отвечают. Вы не могли бы рассказать о том, как во времена ковида работает удаленный перевод? То есть, насколько я понимаю, бывают варианты, когда все равно нужно в суд прийти. А вот наверняка у вас было несколько процессов, где вам приходилось работать удаленно. Через какую программу? Как вообще это организовывать? Я небольшой любитель синхронных программ, сразу скажу. У этого довольно много причин, и я сейчас постараюсь пояснить. Значит, чаще всего мы просим. Мы всячески им рекомендуем создать хаб. Берется Высокий суд Лондона, берется IDRC, International Dispute Resolution Center в Лондоне, берется LCA, Лондонский Третьейский Международный суд и так далее. Там просто они снимают помещение, тупо. Ставятся кабины, приходит оператор, человек, который будет очень быстро разрешать любые технические проблемы, если таковые возникнут, а поверьте мне, они возникают просто сплошь и рядом. И мы синхроним из этого хаба. Если они говорят, что переводить надо последовательно, ну окей, последовательно я, в общем-то, могу из дома переводить. Но тогда это обычно Zoom, обычно BlueJeans. Если это американские Depositions, то довольно часто используется такая очень хорошая, кстати, платформа, называется VeryText. Почему я небольшой любитель работы из дома по синхрону? Сейчас объясню. Дело в том, что когда идет судебное или арбитражное слушание, есть разница между государственными судами, то, что называется litigation и arbitration, международные третейские разбирательства, они негосударственные. Они, условно говоря, общественные, как бы суд общественности. Уважаемый человек, арбитр рассматривает спор между двумя тяжещимися сторонами. Когда идут слушания в арбитражном или в государственном суде, litigation и arbitration, и требуется перевод, то помимо того, что переводчику нужен Zoom, то есть нужен один лэптоп как минимум Zoom. К сожалению, после этого нужен еще один лэптоп или еще один экран для выведения документов на обоих языках. Потому что очень часто в ходе перекрестного, практически всегда в ходе перекрестного допроса свидетелю предъявляется какой-то документ. Господин Иванов, хочу вам показать ваш мэйл господину Петрову, 10-летней давности, что вы имели в виду под словом таким-то. Выводится документ на английском, выводится документ на русском. Уже дополнительный экран, а иногда два, если нет возможности по какой-то причине технической вывести оба текста на экран. И третий экран нужен для так называемой live note. Это transcript. Это то, что в Америке называют court reporters. Transcribers, англичане предпочитают термин transcribers. Это сидят люди, которые печатают. Это, естественно, не машинистки. Это нечто подобное какой-то скорописи или стенограмме, который печатают in real time. И это хорошее подспорье для переводчиков. Обычно мы, если не настаиваем, то всячески рекомендуем, убедительно рекомендуем обеспечить нам также и live note, чтобы мы видели бегущую строку. Если transcriber, если вот этот протоколист, составитель цинографического отчета работает хорошо, таких людей примерно столько же, сколько хороших переводчиков. Прямо скажем, не все работают хорошо. То они очень здорово нам помогают. Цифры, фамилии, номера, ссылки на какие-то сложнейшие нормативные правовые акты и так далее. Когда они выскакивают хорошо на экране, грамотно написанные на хорошем английском, это всегда хорошее подспорье для переводчика. Итого, три, иногда четыре экрана. У меня дома такого просто нет. Поэтому мы всячески рекомендуем всегда хаб. Создается хаб, он может создаваться в офисе юристов. Юристы могут просто поставить и кабины, и оборудование. Самое главное, технарь должен быть, оператор, должен быть человек, который специализируется на этом. Были случаи, когда мы переводили синхронно, было Эксидовское дело, это международный инвестиционный арбитраж, когда я переводил из хаба, коллега второй переводил, нас было трое, коллега второй переводил из-под Лондона, из своей квартиры, где-то в деревне он живет. А третий переводил из Киева вообще. Для этого нам нужно было установить отдельный еще пятый лэптоп с WhatsApp, чтобы мы друг друга видели, слышали и могли, когда нужно, дать отмашку. Все сильно усложняется, но все perfectly doable, with a little bit of luck and goodwill. Вот если вы позволите, можно я как раз застрю этот момент? Я просто один раз работал как раз с тем, что вы говорили, Live Notes. Если человек хорошо работает, то замечательно, действительно, большое подспорье и с фамилиями, и с цифрами, конечно же. Но у нас были случаи, когда мы, судя по всему, были лучше подготовлены, чем вот эти специалисты, и те, допустим, в случае фамилий, выскакивала какая-то часто абракадабра. И нам эти записи зачастую мешали. Вот насколько все-таки вот эта работа с текстом, так же, как синхронисты, допустим, сидят и работают с речью, если она, не знаю, там, если ее принесли достаточно поздно, то она будет, наоборот, мешать. Вот в этом плане, насколько тяжело работать? Я понимаю, что это подспорье, но когда вы понимаете, что вам это, наоборот, мешает, вы просто целиком от этого откажетесь? Или как? Абсолютно, Александр. Просто один в один буквально. Вот это, что называется, подпишусь по отказовым словам. Как нам говорил Лео Ляпин, незабвенный на курсах переводчиков ООН, он говорит, ребята, иногда приносят текст письменный в кабину за секунду, а иногда в середине уже речи. Говорит, если ты успеваешь, то давай, если не успеваешь, откладываешь в сторону, забываешь, закрываешь глаза, садишься вот так и синхронишь без текста. Абсолютно то же самое здесь. И совершенно с вами согласен насчет того, как они коверкают фамилии, в особенности, там, я не знаю, Коломойский, там, допустим, или Жимчужников, ну, что-нибудь такое. Выскакивает абсолютно непотребность. При всем при том, бывают очень хорошие, очень подготовленные коллеги, в основном женщины. На удивление, почему-то там в основном женщины работают, которые очень хорошо все это хватают. Им заранее, естественно, дают список dramatis personae, список всех лиц, задействованных в деле, фамилии, названия компаний, адреса, электронные почты. Совершенно немыслимое количество пунктов различных, которые им надо будет запомнить. И потом они выдают все это очень спокойно, очень спокойно. Но я совершенно с вами согласен. Если ты чувствуешь, что тебя это начинает тянуть ко дну, ты просто отставляешь вообще этот лэптоп. Ну, я просто не смотрю на него еще. Или я смотрю тогда, когда я пропустил цифру какую-то, я забыл миллион или миллиард, я быстро смотрю туда только на цифру, вижу, а, миллион, окей, поправляюсь. И дальше продолжаю все равно переводить. Грубо говоря, без текста, без текста речи, как говорил Лев Ляпин. Откладывайте, закрывайте глаза и переводите без текста. Спасибо, очень все это интересно и ценно. У меня не такой большой опыт юридического перевода в США, но у меня сложилось такое впечатление, я бы хотел ваши комментарии по этому поводу послушать. Ну, может быть, это все логично, но мне показалось в свое время это немножко странным. То есть, с одной стороны, юридический перевод – вещь очень терминологичная и очень серьезная, там от точности иногда зависит, ну, по идее, судьба там человека или в какой-то степени его судьба. При этом, вот вы упомянули ООН в другом контексте ООНовской системы, но в ООН, по крайней мере, если мы берем официальные языки, все в целом приведено, так сказать, в соответствие, параллельные документы, глоссарии, припринятые терминологии и так далее. В сфере юридического перевода в США, по крайней мере, у меня сложилось ощущение, что какого-то единого, всеми признанного авторитетного источника, там даже базовой терминологии, в плане английский, русский, не существует. Существуют какие-то отдельные глоссари, отдельные словари, еще что-то. При том, что, естественно, система законодательства России и США очень разные, и многие вещи просто не имеют каких-то однозначных, очевидных эквивалентов. Надо или что-то выбрать, или что-то придумать. Вот как в этом отношении обстоит дело Великобритании и по вашему опыту? Если человек относительно новый приходит в юридический перевод, есть какая-то такая библия юридических переводчиков, на которую все в основном опираются? Или это больше, как всегда, индивидуальные наработки? Вот человек, исходя из своих знаний, опыта, сформулировал для себя, как вот те или иные вещи передаются, там передаются, консультировался с юристами, и вот свой собственный глоссарий использует? Я бы сказал, что единой библии нет, и, как вы совершенно правильно сказали, в значительной степени это самоподготовка. Есть очень хороший англо-русский юридический словарь, его еще начинал в свое время, в 50-х годах писать, был такой профессор у нас, Борис Сергеевич Никифоров, он был один из крупнейших криминалистов, то есть юрист по уголовному праву. И вот он читал нам курс уголовного права, и он одновременно был автором, а потом уже соавтором вот этого англо-русского юридического словаря. Очень хороший словарь. К сожалению, этот словарь посвящен в значительной степени терминологии английского права до начала 20-го века. Вы там найдете терминологию, не знаю, 14-15-го веков, все в основном связанное с правом недвижимости, с переоформлением титула собственности и так далее, но там очень большой пробел будет в части современной юридической терминологии. Это первое. Второе – это читать просто словарь, не понимая подоплеки событий, то есть не понимая, грубо говоря, самоюридистики. Дело такое же, ну, в значительной степени бесполезное, как мне, например, ничего не понимающему в медицине или в нефтянке, сидеть просто тупо, изучать, не знаю, там, 10 тысяч терминов из области нефтянки. Я их все равно забуду. Начиная с 20-го термина я начну путаться, потому что я не понимаю структуру. У меня нет кристаллической решетки в голове. Я не понимаю, что такое Christmas tree, пока мне не нарисуют, что это такое, что такое качалка, что такое вертлюги и так далее. То же самое будет с правом. Если вы слышите имущественное право, а после этого будет сразу идти термин вечное право, если ты не понимаешь, что вечное право – это один из видов имущественного права, то ты все равно запутаешься. И никакие глоссарии здесь не помогут. Глоссарии бывают. Они бывают под каждое конкретное дело, составляются они юристами при помощи русскоговорящих, естественно, юристов. Сейчас в подавляющем большинстве юридических фирм, по крайней мере, в Англии есть русскоговорящие юристы. Иногда это российские адвокаты, которые одновременно являются еще английскими солистами, соответственно, люди прекрасно понимающие терминологии. Я уверен, что в Америке ситуация аналогичная. По крайней мере, не то, что я полностью уверен, но 98% вам даю. По опыту работы с американцами, там очень много русскоговорящих «attorneys» американцев, либо второй волны эмиграции, либо детей, либо просто реально наших юристов, которые переехали на работу в Нью-Йорк, в Вашингтон, в Калифорнии. Вот у меня недавно было дело в высоком суде Калифорнии. Они составляют глоссарии. На эти глоссарии тоже надо смотреть with a grain of salt. Почему? Потому что они иногда составляются грамотно, а иногда они составляются исходя из тех переводов, которые уже ранее были сделаны, такие legacy translations, письменных переводов, в порядке подготовки к этому делу. И вот кто этот legacy terminology готовил, я не знаю. Довольно часто там бывают ошибки. Поэтому я на эти глоссарии так смотрю. Они иногда помогают, иногда они, наоборот, тебя могут увести совершенно не в ту степь. При всем при том, еще чаще бывают ситуации, когда юристы, я им говорю, ребят, у вас здесь вот просто конкретно ошибка. Они говорят, Вить, мы знаем. Слушай, ну поскольку это уже дело ведется полтора года и уже согласовано сторонами, вот мы договорились этот термин переводить вот так, пожалуйста, переводи его так. Я знаю про себя, что я говорю ересь, я все равно буду переводить так, как они просят, потому что они так договорились. Насколько велика цена ошибки судебного переводчика, по крайней мере, если брать терминологию? Ну, от этого, грубо говоря, что-то может зависеть? Ну, сказал человек, там, имущественное вместо вечное или наоборот. Это на что-то может повлиять, это может вызвать какой-то протест со стороны, там, англоговорящей или русскоговорящей, или это просто вопрос индивидуального какого-то профессионализма и вот желание, чтобы все было сделано как-то по правилам. То есть вот что отличает успешный судебный перевод, даже с разными огрехами, от совершенно непрофессионального, которого быть не должно? Довольно широкий диапазон вариантов. Приведу пример. Три недели назад. Real world example. Сижу, наверное, в 8 часов вечера уже, звонит юрист, знакомая. Говорит, Вить, можешь завтра в 9 утра прийти? Я говорю, ну, ты смеешься, надо мной, у меня расписано там полгода вперед. А что такое? Ну, говорит, кошмар полный совершенно. Противная сторона, она стояла на своем переводчике, человек совершенно ничего не понимает. То есть вообще, нам нужен завтра будет другой человек, дай кого-нибудь, если ты сам не можешь. Потому что мы настаиваем о повторном допросе нашего свидетеля со ссылкой на Article 6 of the European Convention. Right to fair trial. Человек was denied fair trial, потому что его плохо переводили, его ответы, и, соответственно, плохо переводили вопросы, на которые он отвечал. Был просто полный дисконнект между тем, что говорил юрист, и тем, что отвечал свидетель. Но это крайний случай. Такое бывает редко. К сожалению, все это вылилось, и я привожу этот пример довольно часто другим юристам. Я говорю, обратите внимание на то, что мы имеем в сухом остатке. В сухом остатке скупой платят дважды, потому что вы должны были заплатить то, что вы заплатили, согласно договору, тому переводчику, который работал. Вы должны будете заплатить значительно более высокую ставку к тому профессионалу, которого я вам порекомендую. И, кроме всего прочего, вот та самая женщина-юрист, она такая dual qualified, российский адвокат и английский солист. Она еще провела всю ночь, составляя свидетельские показания в качестве юриста-билингва, высвечивая те основные ошибки, которые были допущены переводчикам, для подкрепления своего и своего ходатайства о проведении дополнительного перекрестного допроса свидетеля на следующий день. То есть дублирование. Та же самая работа была проделана два раза. Представьте себе, сколько это вылилось клиенту. Клиент должен был заплатить двум переводчикам и еще юристу, который выставляет значительно более высокую часовую ставку, чем переводчик. Это переводчиков. У нас нет часовых ставок, у нас дневные ставки. То есть они выставили совершенно немыслимые деньги на ошибки переводчика. Но это крайний случай. В некрайних случаях ошибка переводчика будет довольно быстро замечена, исправлена, поскольку чаще всего присутствуют люди, ну, с хоть каким-то пониманием обоих языков. Присутствуют юристы, а иногда просто по ответу, плохо переведенному ответу свидетеля, скажем, с русского языка на английский, английские юристы просто поймут, что they were talking past each other. Юрист вообще, ну, допустим, юрист, российский профессор права, который дает показания по российскому праву в качестве эксперта, он отвечает, и они по его ответу слышат, они понимают, что он вообще не понял вопроса. Почему? Он был плохо переведен вопросом. Но это, скорее всего, будет очень быстро исправлено. Иногда переводчика просто выгоняют и берут другого. Такие случаи бывали. А бывают случаи, когда переводчик просто говорит, вот давайте, пожалуйста, здесь повнимательней, давайте вот это слово означает то-то. Вот вы так его перевели. Переводчик говорит, а, извините, я вас неправильно понял, допустим. То есть очень большой диапазон, очень большой разброс различных вариантов. Вы помните, может быть, довольно глупый вопрос, который задается часто в интервью. Может ли переводчик вызвать начало ядерной войны, там, изменить курс истории и так далее, и так далее. Думаю, что нет, но очень сильно подгадить может. Вот осадочек останется. Финансовые последствия прописываются в договорах. Разве нет пункта в договоре, что переводчик потом вынужден будет за это заплатить или как-то компенсировать? Ну, ради этого, в общем-то, мы все и покупаем liability insurance. У нас у всех есть страховка. То, что французы называют RSA, «Стравится моя гражданская ответственность от причинения вреда юристам». У меня такого, фу-тфу, держусь за деревянненькое, у меня такого не было. Я уверен, что вот в том случае, про который я вам рассказал, я просто даже не знаю, кто этот переводчик был. Мне же не сказали, естественно, этого. Мне просто сказали, что был переводчик, который сильно завалил переклестный допрос. Как они потом с ним обошлись, я не знаю. Очень большая опасность состоит в том, что на переводчика может быть возложена, или, по крайней мере, может быть предпринята попытка возложить на переводчика. Ответственность. В российском праве бывают различные виды гражданской правоответственности, различные виды штрафа. Бывают издержки, которые вы должны компенсировать. Это прямой ущерб, прямые потери финансовые и упущенные выгоды. А бывают еще так называемые штрафные. А бывают еще компенсации косвенных, косвенного ущерба. Вот представьте себе, я выставил, не знаю, 10 долларов, допустим, за день, да, сочиняю. Я плохо перевел. Ко мне юристы приходят и говорят, мы тебе 10 долларов не заплатим. Хорошо, не заплатим. Вот это моя мера, моя ответственность в виде понесенного ущерба. То есть я просто им возвращаю те деньги, которые они должны были мне заплатить. Но, возможно, ситуация, это очень редкая, кошмарная ситуация. Но представьте себе, вам говорят, вы знаете, мы из-за вас, переводчика, проиграли дело на 10 миллионов. Вот можно ли возложить на переводчика ответственность за компенсацию проигранного дела? Очень спорный вопрос, но, опять же, риск колоссальный, риск колоссального потери нервной энергии, времени и, скорее всего, денег тоже. Да. Ответ, the short answer is yes. Ответ да. Это надо очень внимательно предусматривать в договоре и очень четко проговаривать с юристами. До того, как начнешь работать. А насколько часто бывали случаи в вашей практике? Не обязательно по отношению к вам, может быть, коллегам или вы слышали, когда кто-то говорил, что вы знаете, тут виноваты переводчики. То есть вот у нас что-то не так происходит. Ну, то есть это иногда бывает по делу, а иногда это бывает просто специально, чтобы снять ответственность с себя и на кого-то ее переложить. Насколько это часто происходит на вашей практике и что вы в таком случае делаете? Реагируете как-то? Знаете, редко бывает. Редко бывает. Вы совершенно правильно, Александр, сказали, что иногда противная сторона делает это недобросовестно. Просто для того, чтобы снять с пробега хорошего переводчика. Слишком хорошо переводят. Он помогает противной стороне выиграть. Давайте-ка его уберем. И вот тогда идут в дело, в частности, вот эти dirty tricks, о которых я говорил полчаса назад, когда скажут, нет, he is tainted because he already translated at the witness-proofing session, so he cannot translate at the, well, interpret, at the hearing. Сочиняются сразу различные предлоги. Иногда добросовестно совершенно не говорят, действительно переводчик не тянет. Дальше какая ответственность у переводчика? Я помню случай, когда переводчика просто задвигали, говорили, давайте берем перерыв на час, три, пять, пока не найдем другого. За это время звонят другому, прибегают другой. Как они потом решали с нашалившим переводчиком, честно, не знаю. Не знаю. Я думаю, что как минимум они говорили, уж извините, за этот день мы вам ничего не заплатим. Может быть, какие-то штрафы были. Но чаще всего просто заменяют переводчика, ставят его потом в черный список и никогда к нему не обращаются. КОНЕЦ Это один из самых ужасных ситуаций, чтобы было бы нескольких. В последние годы, как магистрат, я не слышу ни о том, что ужасно не слышали. КОНЕЦ Вы говорили о подготовке, а, естественно, вот этот очень важный момент, про то, что важно не просто какие-то слова знать, но иметь в голове структуру, то есть понимать реальность, которая за этим стоит. В принципе, это нужно любому переводчику, который в нефтяной области работает, в медицинской, ну или просто готовиться к какому-то мероприятию, въехать в тему, понять, какие слова используются, разобраться, материалы собрать. Естественно, надо уметь переводить последовательно, синхронно. А есть ли что-то, на ваш взгляд, что составляет такое специальное требование к юридическому устному переводчику? То есть, например, нужно ли, на ваш взгляд, обязательно человеку иметь юридическое образование? Или, может быть, есть какие-то другие стороны подготовки или душевных качеств, которые нужны для того, чтобы в этой области успешно работать? Я думаю, что это, как в любой другой отрасли перевода в нефтянке. Естественно, если ты работаешь в нефтянке, не обязательно, чтобы у тебя было образование в области нефтегаза, или если ты в медицинском переводе работаешь. Желательно, конечно, чтобы ты был одновременно еще врачом, но не обязательно. Конечно, есть масса людей, которые прекрасно переводят, не имея базовой фундаментальной подготовки в этой отрасли. Проблема с правом состоит в том, что, на самом деле, я думаю, что в других областях тоже самое, состоит в том, что не имея системной фундаментальной подготовки и понимания не только гражданского права, условно говоря, и не только уголовного права, но и международного частного права, вот это conflict of laws, коллезионные привязки, не понимая теории государства и права, не понимая, чем публичное право отличается от частного права. Вот эти все вещи. Рано или поздно ты споткнешься. А переводчиков, юридических переводчиков с юридическим образованием, ну, на свете я не знаю. Но вот я знаю лично около десятка людей всего. Но при всем при том, есть масса других коллег, которые не имеют юридического образования. Вот со мной, например, как минимум три еще коллеги в Лондоне работают очень успешно. Просто, ну, не знаю, около 20 лет, сидя со мной в кабине и постоянно во время обеда меня дергающих, там, Витя объяснит, что такое вечное право и с чем его едят. А меня, допустим, они учат финансовой терминологии или терминологии в области инвестиционного банкинга или страхования и так далее. Рано или поздно ты доходишь до достаточного уровня, когда ты практически уверен в том, что ты переведешь даже сложные, сложные юридические пассажи. При всем при том, Дмитрий, надо оговориться, что когда мы говорим о юридическом судебном арбитражном переводе, собственно, строго юридическая терминология выскакивает, ну, не знаю, может быть, 10-15-20% случаев. В основном, когда показания дают не witnesses of fact, то есть человек, которого спрашивает, видели ли вы, как там Иванов печатал этот мейл, нажимал на кнопку сэнд и посылал там утром 10 января, там, в районе 7 утра. И он подтверждает, да, видел, и он сидел перед своим компьютером там таким. Это вот свидетель факта. А бывают, так называемые, еще эксперты. Это могут быть эксперты-юристы, эксперты в области, не знаю, строительных снипов там и так далее, и так далее. Вот когда мы переводим российских профессоров права, довольно известная группа, так как usual suspects, там, профессора Ососков, Максим Кульков, известные есть, юристы, которые постоянно дают показания в качестве экспертов. Вот там действительно юридистику надо понимать очень хорошо. Потому что, когда такой профессионал, профессор права из юрфака МГУ, допустим, дает показания, то там надо переводить очень точно, и там надо все это дело знать. В 90-х же процентах случаев перекрестный допрос – это вещь, которая связана с такими же трудностями перевода, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни при любых других наших видах перевода. Там, не знаю, на каких условиях был предоставлен этот заем, когда он не был погашен, какие вы предприняли действия и так далее. То есть не обязательно будет сугубо юридистика. Не надо строить себе иллюзий о том, что никто, кроме, там, не знаю, людей с сугубым юридическим образованием не способен делать юридический образованием. Ничего подобного. Ничего подобного. И уж не говоря о том, что мы всегда наставим на том, чтобы задолго-задолго до начала слушаний нам давали все материалы дела. Это все плитингс, сочетательные бумаги сторон, это исковое заявление, возражение искового заявления, все свидетельские показания и так далее. Мы обычно бываем подготовлены к делу очень хорошо. Мы действительно всю эту терминологию, причем на обоих языках, и на английском, и на русском, мы из материалов дело просто сидим себе, выписываем, запоминаем, потом всегда имеем возможность проконсультироваться, тем же юристам позвонить и спросить, что вы имели в виду, когда вы писали здесь то-то, то-то. That's a lot of help. Но обязательно готовиться, конечно, нужно, это понятно. Вы упомянули сейчас юристов. Какая динамика отношений переводчиков и юристов? Это члены одной команды, это в какой-то степени между ними есть некая конкуренция, юристы помогают переводчикам, игнорируют их, зависит от человека. Очень сильно зависит и от переводчика, и от юристов. Опять же, давайте разделим тему на две подтемы. Если мы имеем в виду под юристами тех юристов, the instructing solicitors, тех юристов, которые нас нанимают, то там отношения между подрядчиком и заказчиком, клиентом. Они меня нанимают, соответственно, я должен дать им полное удовлетворение. При всем при том, уже в течение многих лет работы с этими людьми складываются иногда дружеские, иногда, наоборот, конфликтные отношения. Вот у меня есть несколько людей, которые меня не переносят. В принципе, ну, не переносят, ладно, хорошо. Чисто человеческие какие-то бывают, необязательно профессиональные столкновения и, знаете, иногда искрит. Отношения между людьми искрит. Такое-такое бывает. Если же под юристами вы имейте в виду тех юристов, экспертов по российскому праву, которых нам приходится переводить последовательно, и тогда я сижу за столом рядом с ним, мы просто касаемся локтями друг друга, смотрим одни и те же документы. Если синхронно, то я сижу там на расстоянии трех, пяти там или пятнадцати метров от него в кабине. С ними отношения, я бы сказал, наоборот, очень даже дружеские и хорошие складываются, потому что они понимают, что мы работаем на них. При том, что, может быть, нас нанимала и противная сторона. Но мы все равно, естественно, когда мы переводим профессуру российскую, мы обязаны переводить его точно, достоверно, четко и ничего не упуская, поэтому неважно, какая сторона нас наняла, но с самим, ну, я условно говорю, профессором права, да, с юристом российским, который дает показания в качестве эксперта, отношения обычно очень уважительные, очень дружеские. Во время перерыва мы там можем пить кофе, я могу уточнять у него какую-то терминологию, там, профессор, вы когда употребили, там, такое-то латинское выражение, правильно ли я понимаю, что вы имели в виду то-то-то? Да-да-да, конечно. Отношения обычно взаимной, взаимной такой поддержки, я бы сказал. Можно более общие вопросы относительно рынка. Насколько узок, широк рынок в Великобритании? Каким образом, не знаю, человек, который переехал из России, допустим, в Лондон, может туда влиться? Нужна ли какая-то, какой-то сертификат? Нужно ли проходить какой-то экзамен? Потому что в Америке, насколько я понимаю, нужно. И вот хотелось бы узнать, есть ли что-то такое в Лондоне, и, соответственно, если, допустим, вас привлекают американские конторы, то требуют ли они или просят какого-то подтверждения, что вы профессионал высокого класса, какую-то корочку? Когда мы говорим о юридическом переводе и о судебном переводе, мы под этим общим термином понимаем иногда две разные вещи и два часто взаимосключающих сценария. Первый сценарий – это когда меня нанимает суд. У меня были случаи, в особенности во времена ковида, во времена зума, совершенно неважно, где ты в мире расположен, меня нанимал вот недавно Калифорнийский суд, например. Меня просто спросили, вы кто? Я говорю, ну, фриланс, профессиональный переводчик юридический. А, хорошо, спасибо. Иногда суд может требовать, и английский, и американский, здесь разницы нет, может требовать какого-то подтверждения. В английской системе есть так называемый PSI – Public Service Interpreting. Когда тебя нанимают в суд, это обычно либо criminal cases, это обычно уголовка, либо иногда экстрадиционные, ну, вопросы связаны в основном с уголовным правом. Это могут быть допросы при снятии показаний в полицейском участке, при аресте, при объявлении обвинения, это может быть indictment, arraignment там и так далее, и так далее. Вот это одна ситуация, когда тебя нанимает суд, и тогда суд, поскольку он государственный орган, он может требовать либо твоего включения в какой-то заранее согласованный список, например, Public Service Interpreters есть в Англии. Вот я, например, не включен в этот список, соответственно, меня суды напрямую нанимают. И вторая ситуация, совершенно другой сценарий. Когда тебя нанимают юристы, тебя, грубо говоря, тебя нанимают стороны, истец, ответчик. И когда истец, ответчик вместе тебя нанимают, they get to split the cards, makes a lot of sense, конечно, для них это очень выгодно. Они, соответственно, платят каждый по 50% нашего гонорара. И тогда это абсолютно free for all. Юристы не связаны ни с чем. Если юрист говорит, что я хочу, чтобы переводил Иванова нанимают, и тогда юрист берет на себя полную ответственность за скрининг, условно говоря, этого Иванова. Или он этого Иванова уже знает в течение многих лет, благодаря тому, что он на них ранее работал. И тут абсолютно никаких принадлежностей никаким органам, самоуправляющимся, неправительственным организациям, АИКУ или ATA или ITI, как он в Англии, Institute of Translation and Interpreting и так далее, принадлежности каким-то самоуправляющимся профессиональным организациям не требуется. Это, конечно, хорошо, очень красиво смотрятся все вишки, но такого требования нет. То есть вот две совершенно разные ситуации. Когда тебя, грубо говоря, нанимает государство в лице суда, one of the three branches of government, и другое дело, когда тебя нанимают a commercial party, юридическая фирма, сам истец, сам ответчик. У меня иногда бывали случаи, когда меня нанимал просто истец. Он говорит, я знаю Прокофьева, пожалуйста, возьмите его. Хорошо, его юристы заключаются на контракт. У вас есть определенные тренинги или креденчатки как интерпретар? Да, сэр. Я взял участие в интерпретаре в Монтеррея Института Института Интернационных Студий, в summer программе. Раз, раз, перевод жив. Не могли бы вы все-таки еще сказать, насколько много или мало у вас работы? Ну, я понимаю, что много, да, но какую-то количество характеристик. Вы ранее говорили, что у вас на полгода все расписано вперед, но это только у вас? Или это касается всех переводчиков, которые работают в этой сфере? Давайте начнем сначала с глубины рынка. Год на год не приходится. Вот сейчас год не очень хороший. Сейчас работа припала. Прошлый год и позапрошлый были совершенно сумасшедшие. То есть у меня просто бывали случаи, когда мне с утра звонит клиент, просят на такой-то день. Днем звонит клиент, то же самое, на тот же самый день, еще хуже, на ту же самую неделю, тот же самый месяц. И вечером еще звонит один. Это немыслимая совершенно ситуация. Ну, снова на те же самые дни. Я всегда, в шутку, коллегам говорю, что теория вероятности, она не действует в переводческой сфере, потому что теория о том, что снаряд никогда два раза не попадет в один и тот же окоп, в нашей переводческой профессии, к сожалению, не действует. Сплошь и рядом. Ты сидишь три недели, у тебя ничего нет. На четвертую неделю у тебя triple booking начинается. Люди пытаются тебя нанять. И тогда, естественно, ты начинаешь привлекать к работе коллег. Рынок большой. Коллег работает, ну, не знаю, в одном АИКе с русским языком в Лондоне, расположенных людей с домицелем в Лондоне. Сейчас, боюсь соврать, человек 15, наверное, 20, может быть. Из которых, конечно, естественно, кто-то работает в основном по медицинской тематике, кто-то в основном по нефтянке работает. С нефтянкой было очень много, очень много работы 15, 20, 30 лет назад. Сейчас поменьше, пожалуй, по понятным причинам. Хэлли Бёртон уже бурить в России не может. И фрекингом, я правильно понимаю, не может заниматься. Шлюмберже, по-моему, тоже. Не знаю, какие там персональные, неперсональные санкции. Людей, которые могут переводить качественно юридическую тематику. Опять же, давайте оговоримся, что когда мы говорим о юридическом или судебном переводе, невозможно говорить о нем как о чисто юридическом переводе. Потому что, когда ты переводишь на коммерческих спорах, там всегда железно будет какая-то подоплека. Финансовая. Допустим, спор о том, что там кто-то кому-то дал 10 миллионов, потом возникает спор, was it debt or was it equity? Дал я тебе взаймы, ты меня должен вернуть? Или я тебе дал как часть SP, ты эти деньги вложил, потом, извини, продул? Ну, тогда мы с тобой оба потеряли. Вы не поверите, у меня в одном году было три спора, когда был спор о том debt or equity. Я тебе дал взаймы? Или я тебе дал, чтобы ты инвестировал, а потом, извини, продул? Значит, продул мой риск на 50%. Вот люди не могли на этом берегу договориться. И были такие споры. Всегда будет какая-то подоплека финансовая, налоговая. Обязательно будет accounting, обязательно будут международные стандарты финансового учета. Все вот это будет. Это будет US gap, UK gap и так далее, и так далее. Ты обязан иметь возможность читать баланс предприятия. Вот я реально, я на ночь с большим удовольствием читаю баланс предприятия, но очень хорошо засыпаю. Это действительно надо знать. Поэтому это не чисто юридический перевод. Поэтому отвечаю на ваш вопрос о том, сколько людей хорошо работает в юридической области. Я так дипломатично скажу. Столько же, сколько хорошо работает в любой другой отрасли. В нефтянке, в медицине, в геологии и так далее. Ну, где-то в районе, не знаю, 10 дюжин людей, на которых можно всегда положиться. Сейчас во время ковида чуть что. Если мне нужен, например, коллега из Москвы, я просто прошу старик подключить с разницей в 3 часа, и мы переводим вместе. Соответственно, пул ресурсов колоссальный. Но лондонский рынок очень большой, он глубокий по количеству дел, и он широкий по количеству переводчиков, которые готовы на этих делах работать. Вы говорили о том, что можете выпить кофе с экспертом, уточнить выражение какое-то. Есть какие-то, на ваш взгляд, принципиально важные этические правила, необходимые переводчику в суде, ну, и юридическому в более широком смысле слова? То есть, например, никогда не общаться вот с такими-то участниками, или там до такого-то момента, или после, или не обсуждать никогда таких-то тем, вот такой-то информацией там как-то не делиться. То есть что может здесь быть, что, опять же, может поставить крест на переводчике, по крайней мере, на его отношениях с клиентами в плане именно этики? Тут тоже надо вопрос, на мой взгляд, разделить на две подтемы. Первая тема – есть чисто юридические, законодательные требования. Ну, например, свидетель, когда он дает показания, он находится в состоянии «инперда». «Инперда» – это человек, который находится в статусе свидетеля, еще не закончившего дачу показаний. И он, когда он «инперда», причем «инперда» может быть в течение недели, он не имеет права, например, вечером, ночью разговаривать со своими юристами, с коллегами и обсуждать свою дачу показаний. Это прописано в законе, он не может обсуждать это ни с кем, включая переводчика. А есть чисто эмоциональные или этические требования. Этические требования, ну, мои – это требования, которые я сам себе придумал, я их сам себе предъявляю – это быть исключительно вежливым, улыбчиво, helpful и всячески помогать человеку в части перевода. То есть я беру на себя обязанность перевести точно, иногда даже с передачей всех эмоций, все то, что им говорится. Я стараюсь никогда не устанавливать близких человеческих отношений с переводимым лицом, потому что это начинает окрашивать мое отношение к нему и, соответственно, может помешать мне объективно переводить. Бывали ли какие-то срывы, бывали ли какие-то нарушения этических норм, конечно, бывали. Было знаменитое дело, когда переводчика чуть ли не к уголовной ответственности, по-моему, привлекли или пытались привлечь. Это было очень давно, поэтому я сейчас могу уже путаться в подробностях, тем более, что я там никак, слава богу, задействован не был. Было услышано юристами, судя по всему, как переводчик, который переводил, скорее всего, на indictment, arraignment, или, может быть, the person was being nicked, как англичане говорят, когда его в участок приволокли. Переводчик сказал plead guilty. Вот это уголовка, просто конкретная уголовка. Ты вмешиваешься в процесс, человек получает denial of fair trial, начинается contempt of court, и за что можно получить, по крайней мере, в Англии до 22 месяцев теребного заключения, кои и были получены знаменитыми Сергеем Пугачевым и Мухтаром Аблязом в Англии. Contempt of court. Нарушение основополагающих норм ведения судебных слушаний. Ну, такого не бывает, что клиент говорит переводчику в кулуарах, ну, так что мне делать, или, ну, какое решение, как вы думаете, они, что в итоге они решат, там, куда клонятся все это. В таких случаях вы всегда уходите от ответа, или такого уже и не бывает? У людей есть юриста для этих вопросов, они к переводчику не пристают с такими вещами. Бывает. Редко, но бывает. И если бывает, если люди меня спрашивают, что я думаю, допустим, о таком-то юристе, или что я думаю, к чему дело идет, я, как вы говорите, я нахожу всегда способ уйти от ответа, опять же, с такой уважительной улыбкой. Я просто говорю, или откровенно говорю, извините, я не могу это обсуждать, либо я нахожу какой-то способ не ответить на его вопрос, потому что это просто было бы нарушением с моей стороны. Ну, это бывает редко. Люди достаточно квалифицированы, достаточно умные. При всем при том, что нужно еще отметить, наверное, я думаю, это было бы полезно для слушателей, это то, что когда ты работаешь со свидетелем, в особенности, когда ты сидишь с ним за столом, на расстоянии двух сантиметров буквально, ты с ним смотришь одни и те же документы, у человека, во-первых, у свидетеля колоссальный стресс. Он никогда в такой ситуации в своей жизни не оказывался. Если это не какой-то закоренелый, я не знаю, преступник, или если это не какой-то юрист, который видел все уже в своей жизни и вот так получилось, что он сейчас дает показания, то в подавляющем большинстве случаев это люди, которые находятся в состоянии колоссального волнения, эмоционального напряжения и стресса. И иногда они обращаются к переводчику просто за эмоциональной, я бы сказал, поддержкой. У меня несколько раз были случаи, когда, это часто бывало с женщиной, когда женщина дает показания, ее начинает трясти, я просто чувствую, ее буквально начинает трясти. И вот тогда присутствие некой белковой структуры, вот в лице переводчика, который сидит рядом, иногда помогает, иногда помогает просто присутствие переводчика. Ну, естественно, опять же, я не имею права вмешиваться в процесс и, я же не говорю, подсказывать ему, как сказать, но даже за кофе, давать комментарии по поводу, ох, как вы сейчас там хорошо прошлись по этому поводу, я, конечно, не имею права этого говорить. Иногда хочется, но я сдерживаюсь. Вот такой подвопрос. Вы упомянули о том, что иногда вы даже можете переводить эмоции. Насколько вообще стоит, нужно или, может быть, не нужно вживаться в роль? Насколько это нормально? Это вопрос, на который у меня ответа нет. Все исключительно зависит от ситуации. Я, в принципе, конечно, стараюсь держать всегда очень нейтральный, очень уважительный тон. Бывают ситуации, как вы совершенно правильно сказали, когда эмоцию добавить надо. Бывают случаи, когда я чувствую, я вижу по тону допроса, что допрашивающий адвокат намеренно обостряет ситуацию. Ему нужно передать какой-то конкретный посыл, convey a message, что-то довести до человека. И иногда он намеренно агрессивно это формулирует. И мне нужно передать агрессию. Я обязан передать, потому что я знаю, что адвокат это делает совершенно определенной целью. И если я не передам агрессию, то человек просто неправильно поймет эмоциональную составляющую вопроса. Вот эта вот знаменитая формулировка в английском суде. Это знаменитая фраза, она у меня соскакивает, разбуди ночью, она у меня соскучит. Потому что так говорят английские адвокаты, когда им надо. Они обязаны по требованиям английского законодательства, и не только английского, кстати. Они обязаны, если они кого-то в чем-то обвиняют, например, я обвиняю вас в том, что вы лжете. Обычно это бывает в самом конце перекрестного допроса. Перекрестный допрос идет по нарастающей всегда. Вначале спрашивают, хороший ли вы семьянин, врете ли вы не врете своему работодателю, бывало ли такие случаи, когда вы поддельные документы делаете, бывали случаи, когда вы post state documents, обрете ли вы своей жене, а вот ваш коллега по ОСП говорит, что вы ему соврали. И дальше идет по нарастающей. И в самом конце обычно это кода, это удар во все литавры. Ребята, я вынужден это дело передать. И я это говорю, я вам вот что скажу, господин Иванов. Вы лжете, вы лжете нагло. Вы все это дело сочиняете по ходу дела. Вы лжете. Что скажете по этому поводу? Адвокат обязан по английскому законодательству. Не только английскому законодательству. Он обязан, обвинив человека в чем-то, очень четко довести до его сознания, до его сведения, что, а, он его обвиняет, и, б, дает ему возможность оправдаться. Ответьте. Вот это вот I put it to you, это значит, я утверждаю следующее, и даю ему возможность ответить. И я вот, видите, я вот даже сейчас завелся уже. Вот я сейчас вот вам говорю это, я завожусь, потому что они говорят на очень повышенных тонах. И я считаю, вот по итогам 20 лет, что я работаю с английским правосудием, я все больше и больше убеждаюсь в том, что я обязан передать сильную эмоциональную, намеренно агрессивную составляющую и одновременно очень четко дать ему понять, что от него ожидается ответ на очень агрессивно поставленный обвинительный вопрос. Я вас обвиняю в том, что вы лжете. И обычно это последний удар. В ходе перекрестного допроса. После чего он говорит, этому человеку невозможно доверять. Господин Иванов, вы свободны. До свидания. Это по нарастающей, нарастающую надо передавать. Вы имеете в виду, что вы殺или эти люди? В качестве заключительного вопроса, расскажите, пожалуйста, об этом замечательном пункте, который у вас есть, по поводу того, какие гарнитуры должны использовать участники, ораторы в ситуации удаленного перевода, и какие санкции вы прописываете, если они этого не делают. Это порождение последних двух-трех лет, естественно, связанных, прежде всего, с ковидом, когда мы стали сначала очень вежливо, тихенько, спокойно, я бы сказал, даже застенчиво просить юристов всякий раз обеспечивать, чтобы все те, кто говорят, в общем, когда я говорю все те, кто говорят, я имею в виду действительно реально все, кто говорят, это и адвокаты, все, кто выступают в суде, и сам судья, реже судья, это не очень много говорит в ходе процесса. И самый главный свидетель, собственно, которых надо переводить, чтобы они все использовали, во-первых, кабель, интернет-кабель, а не Wi-Fi, который, естественно, прерывается довольно-довольно часто, и такие случаи были неоднократно. И, во-вторых, чтобы они использовали такие профессиональные наушники со встроенным микрофоном, потому что когда человек даже использует обычные наушники, headphone, да, а не headset, и говорит, микрофончик встроенный в его лэптоп, качество, естественно, намного хуже, не говоря о том, что когда он начинает крутить головой, смотреть слева документ, справа документ, потом он в Zoom смотрит, снова слева документ, у него всегда, естественно, голосовые связки находятся то ближе, то дальше микрофона, и его плохо слышно. Поэтому мы просто включили пункт в рыбу договора, с юристами о том, что все будут использовать профессиональные наушники, взяли АИКовские показатели, которые я совершенно нагло списал из какого-то научного труда, написанного коллегами из АИКа. Там должен быть какой-то frequency range, я вот сейчас уже не помню, там до 125 тысяч, там чего-то, герцта и так далее, и так далее. И это очень помогает, потому что сначала юристы никак не могли понять, зачем нам это нужно. Я говорю, ну, понимаете, вот я плохо слышу. Они говорят, ну, как же, как вы плохо слышите? Вот мы все сидим, прекрасно его слышим. Я говорю, понимаете, когда, ну, это я сейчас начинаю уже, teaching my mother to suck eggs, как англичане говорят, коллеги, это, естественно, лучше меня все понимают. Я говорю, понимаете, когда мы синхроним, мы себя заглушаем. We drown ourselves out, we have to speak, we have to hear over our voice. Они сначала не очень это понимали, и судьи были, в общем-то, против нас. Неоднократно были случаи, когда судья говорил, нет, нет, выношу определение, все нормально, я все слышу. Ну, хорошо, ну, тогда мы берем гордость, запихиваем себя в карман и продолжаем переводить, ну, извините, так, как слышим. Бывали случаи, что мы плохо слышали, соответственно, мы плохо переводили. Были куски, два-три слова выпадали. Я потом просил повторить, потом судья говорил, I find this disruptive. Я говорю, ну, ваше честь, you find it disruptive, потому что я же вас предупреждал, что нужно наушники надевать. А я говорю, да, хорошо, ладно, давайте тогда теперь будем таки надевать наушники. It's a learning curve. It's all about educating the market. Просто нужно очень уважительно, дружески, улыбчиво людям все это дело объяснять. Из раза в раз, из раза в раз, потому что все время постоянно разные клиенты, разные юристы, каждый раз одно и то же, снова объясняешь. И мы договорились, юристы это дело приняли, что если человек говорит без микрофона, гонорар увеличивается на 20%. Опять же, они нас спросили, почему? Я говорю, because cognitive load. Они даже уже к этому страшному слову привыкли, носят с удовольствием и больше не задают вопросов. Cognitive load. Были уже прецеденты, когда повышали гонорар за несоблюдение этого правила? Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. А если это в контракте, то там даже нельзя о прецеденте говорить. Просто согласно контракту гонорар повышается на 20%. Либо юристы на это не соглашаются in the first place, тогда этого не будет в контракте. Ну, окей, значит, тогда мы. Но хотя бы тогда мы защищены чисто юридически, в том смысле, что если мы что-то неправильно перевели, мы можем потом потребовать проиграть запись оригинала, запись нашего перевода и сказать, вот вы слышите, вот здесь два слова просто проскочили вообще, не записались, их не было слышно. Вот поэтому мы их и не перевели. Это прикрывает нашу юридическую позицию. Большое спасибо, Виктор. Мы, мне кажется, очень много узнали, очень многого научились. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Очень приятно сюда с коллегами поговорить и поделиться, чем получается поделиться. Раз, раз. Перевод жив. Вы делитесь об этом, как на 28 мая, вы любите и с малюсом предпочтете выписали на английском-гарском phraseбук позволяющем произвести причину в письмени. Как вы, я не делитесь? Виктор. 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 Вы написали на 28 мая. Виктор. 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 Викторе, я хочу поделиться. Викторе. Викторе. Праздник, meaning, can you direct me to the railway station, is here translated by the English phrase, please fondle my buttocks. Please fondle my buttocks. Ah, yes, it passed the post office, 200 yards down, and then left at the lights. Hmm, left at lights. Hmm, hmm, hmm.